Нахожусь сейчас на Coaseway Bay Station. Задача добраться до пика Виктория. Так, смотрим Google. Так, Coaseway Bay Station. Вот она. Мне нужно добраться до Admiralty Station. Она у меня отмечена. Admiralty Station. И от Admiralty Station наверняка можно как-то доехать, но так как это деловой центр, куча небоскребов, прикольных мест, то я хочу пешком дойти. У меня тут звездочками отмечено здание, которое я хочу посмотреть. Мне нужно добраться от Admiralty Station до The Peak Tram. И оттуда уже на трамвайчике... Вот у меня зелеными флажочками отмечены все остановки трамвая. Я доберусь до The Peak, пика Виктория. Вот, пик Виктория. Здесь у меня смотровые площадки отмечены. И музей Мадам Чусо. Последний раз в музее Мадам Чусо я был в Сингапуре, но так как это Гонконг, здесь будут свои какие-то интересные лосковые фигуры. Например, Джеки Чан, Брюс Ли. Этих ребят в Сингапуре не было, потому стоит зайти. Так, значит, смотрим карту метро еще раз. Так, карта метро. Значит, мы на... Косуэй Бэй. Дальше Ван Чай. Ван Чай. Следующая Адмиралти. Синяя ветка. Так, ищем вход. Синяя ветка. Так, это выход. Здесь билеты покупают. Так как у меня Octopus Card пополненный, у меня там 200 гонконгских долларов. Ну, уже меньше, но... Я думаю, хватит мне на сегодня, на завтра ездить. Так, смотрим. Здесь они выходят. Так, где они заходят? Здесь покупают билеты. Вон. Нет, там нет. Здесь они только вон они заходят. Так, вон они заходят. Синяя ветка. Так, мы на Octopus Card. Заходим, смотрим баланс. 180 долларов. Движения правосторонние, а почему-то на эскалаторе люди спускаются по той же стороне, что и в европейских странах. В Сингапуре вот я бы сейчас на противоположной стороне спускался. А рядом со мной нужно оставлять проход, бы было, чтобы люди проходили. А здесь, в принципе, ну, я живу в Варшаве, то если бы я жил бы в Варшаве, вот сейчас бы был в Варшаве, я бы точно так же само спускался. В Киеве тоже я точно так же само спускался. В Сингапуре мне бы пришлось стоять здесь. Вот. Как-то так. И когда первый раз приезжаешь в Сингапур, то немножко оно тебя выбивает из колеи, потому что ты постоянно путаешься у людей под ногами. Это проблематично. Сегодня у меня была достаточно интересная экскурсия, которую я сам себе организовал. Я покатался на Динь-Дине на трамвае двухэтажном дабл-декере от Кеннеди конечной трамвая до Хэппи-Вэлэй. Синяя ветка. Где у нас тут? Кеннеди Таун. Ну, кажись, то, что мне нужно. Народа тут зафигище. Просто туча народов. Таким нужно было садиться. Увы, следующий поезд мой. Прикольная станция. Интересная. Пару фоточек для Инстаграма. Что мне нравится в этих метростанциях? Закрытые перроны. В Варшаве все, например, там, где я живу, город, живую работаю. Там все перроны открытые. Последнее метро Дубай, где я был, и Сингапуре, тоже все перроны закрытые. Я считаю, это позитивно, безопасно и очень посовременно. Заходим. Сингапурон Убл Environ Эдмиралты, станция Эдмиралты. В Гонконге я первый раз в жизни, второй день. Вчера только приехал, даже можно сказать первый день в Гонконге, полноценный. Хрен его знает, как тут все работает и вообще, как бы, очень много туплю, ну, как всегда. Новый город, очень похоже на Сингапур. Просто, блин, метро, не знаю, как скопировано, сюда нет. Так, где этот выход, надо искать выход. Так, люди ломанулись туда, надо было туда ломнуться. Станции подписаны, вот эти вот сверху, точно как в Сингапуре. Стрелочки, везде указатели, блин, ну, вообще, больше всего похоже на сингапурское метро. Ну, дубайское метро отличается. Так. Мексик. Так, это какой-то интерчейндж. Блин, придется по ступенькам идти. По ступенькам идем. Сэкономили на эскалаторах. Сэкономили на эскалаторах. Так, выход, эксет. Сейчас посмотрим, что это у нас сняло. Так. Смотрим. Пять долларов. Меньше, чем пять долларов. Так. Теперь нужно просто выйду на улицу и по гуглу буду крутить карту. Это будет самый верный вариант. Смотрел обзор, и там некоторые берут гидов. Тот гид, которого я нашел, стоит... Потому что-то в ролике было за шесть часов, мужик заплатил 200 долларов. Если она походит со мной шесть часов, мне ей 200 долларов нужно заплатить. Но это жестко. Я и сам без гида в шесть часов похожу. И пусть еще 200 баксов станут все. В принципе, можно выходить уже. Посмотрим рекламу, проведемся. И на китайских девочек. И на мальчиков. Ну, такие девочек. Так. Блин, что же не на эскалаторах сэкономили на этой станции, блин? Я уже задолбался идти. По ступенькам. Все-таки февраль месяц, и спокойно можно в футболке ходить. Хожу в футболке и комфортно себя чувствую, не холодно. Единственное, что когда ехал на Динь-Дине, было окно открыто, и у тебя были в очках солнцезащитных. Ну, надуло немножко мне глаза. Переживаю, чтобы проблем не было. Ух, какие домики! Ё-моё! Охренеть! Бомба вообще, блин! Круто! Нет, конечно, Гонконг мощный. Так, а это, по-моему, банк Китая. Да. И Липо Тауэрс. Так, вот это Липо Тауэрс, две башни. Ну, видно только одну. В 1988 году была построена. Год, когда я родился. Так. Дальше банк Китая. Вот это вот. Банк Китая. И вон там дальше за ним видно HSBC банк. Банк как-то Гонконг и Шанхая, по-моему, называется. Эти я не знаю. Здесь самое известное. Запомню. Конечно, бомбический. Мощный город вообще, слов нет просто. Надо подняться ещё сюда посмотреть. Ладно, где я уже замахался. Подозреваю, что вот тот пик Виктория, наверное, скорее всего. Скорее всего, он там. Так, посмотрел я по гуглу. Мне прямо идти. Блин, они такие охрененные. Я в шоке просто, эти здания. Липо и банк Китая. Просто бомба. Вообще нет слов. Блин, недавно же их построили, но умеют же строить. Так, по-моему, тут всё время прямо надо идти. Сейчас посмотрим. Пикольные какие-то фонтанчики. Адмиралти Гаден. Какой-то шадок. Вот это и весь шадок. Да. Явно тут места у них мало. Всё равно умудрились. Так пафосно назвать. И немножко зелени между небоскрёбов вставить. Золотое здание. Не знаю, как же называется. Ну, Липо, конечно, крутой. Блин, он такой классный вообще. Слов нету просто. Адмиралти Гаден. Так, чистая улица. Вон одна бумажка. Лежит. Первый раз, кстати, увидел сегодня бумажку. Окурки есть. Вижу окурки. Бросают. В Сингапуре тоже окурки были. Офигенно просто. Блин. 88-й год. Я в шоке. Ну, умеется строить. Почему наши так не могут? Просто, блин, шикарно. Куда голову не поверни, везде круть. Я уже, честно говоря, устал охреневать просто. У меня же сил нету охреневать. Я тут полдня и я просто, блин, охреневший. Даже при том, что я уже много где был. Шикарно, конечно. Так, как тут перейти? Ну, Китаянка ломится. И куда дальше? На остановочку. Ладно, я перейду там. В принципе, они тут ходят где хотят. И я точно так же буду делать. Чтобы не переживаю за штраф. Блин, отсюда ракурс офигенный просто. Вау. Бомба. А вон и пик. Я так подозреваю, вот это вон. Ну, не туда надо. Ну, не туда надо. Нужно добраться до трамвайчика. Наверняка, где-то ходит автобус. Но... Вен его знает, какой автобус. В принципе, можно у гугла спросить. Но я хочу походить еще возле этих зданий. Посмотреть, поохреневать. Блин, а тут вообще жесть. Капец. С этой стороны ракурс. А тут еще круче. Блин, мощно. Вот это мощь вообще. И фасады-то вали, помоют. Ты шо. Огонь просто. Восемьдесят восьмой год. Блин. Американец. Архитектор. Липоцентр. Ну, и банк Китая, конечно. Особенно вечером, когда выключили бы подсветку. Вообще оно мощно смотрится. Сити-групп банк. Вижу по эмблеме. Так. А вот такое здание. Вот оно. Вот это. Это HSBC. Кажись, правильно я назвал. Банк Гонконга и Шанхая. Очень старый банк. Ведел на деньгах в гонконгских долларах и эмблему. И причем интересность этого здания, оно как конструктор лего. Оно разбирается и собирается. То есть, когда китайцы переживали, вернее гонконгцы переживали, что китайцы в 1997 зайдут сюда и отожмут у них их свободный британский образ жизни, то архитекторы предусмотрели такой поворот событий и чуть ли не хотели разбирать уже это здание. Ну, возможность такая была разобрать это здание и перевести на новое место. Плюс, еще один плюс этого здания в том, что когда меняются немножко технологии, инфраструктура, его можно усовершенствовать. Менять там коммуникацию, проводку, трубы. Так, как мне перейти, блин. Хрен его знает. Ну, конечно, когда смотришь на это здание, блин, вообще даже забываешь, что мне надо куда-то идти. Еще верхушков куманин, блин, круто. Офигенно просто. К транспорту так в притирочку ездят. Ой, наш страшный. Так, сейчас загуглим. Так, я, кажется, разобрался. В общем, мне нужно туда, вон туда, чтобы туда перебраться, вон пешеходные мосты и нужно вот сюда на ступеньки идти. Вот. Прикольная китаяночка. Огонь. Они всегда низкие такие, это такая еще и высокая достаточно. Китаяночка. Сладенькая. Мега сладкая просто. Да. А виды такие же крутые, как и титаяночка. Блин. Офигенно просто. Я прозреваю. Блин, Сингапур нервно курит в сторонке. Конечно, там деловой район. Это Даунтаун Корр ихний. Блин, это просто капля в море на фоне Гонконга. Гонконг, конечно, мощный, блин. Ну, неудивительно, больше всего небоскребов в мире в этом городе. По-моему, около 7000 или 7500, что-то такое. Может, конечно, вру, но где-то я такое слышал в каком-то из роликов, когда готовился к поездке. В смысле, больше 100 метров зданий. Упал. Так. Блин, такие виды. Крутые. Форекс. Форекс. Бажные зрения. Форекс. Вот как раз этот HSBC, который здание-конструктор разборное. А в 70-х годах, в конце 70-х годов, вот то здание, вот оно, с круглыми окнами, было самым высоким зданием в Гонконге. Сейчас, конечно, нам кажется, таким маленьким уже. Реально говорят, типа Нью-Йорк город небоскребовый, круче Нью-Йорка нету. Ну, блин, действительно, кто не был в Гонконге этот может так утверждать, потому что, блин, город, конечно, просто бомбический. Еще очень сильно удивляют вот эти вот очень узкие здания. Они реально шириной в одну квартиру, блин, капец. Такие высокие, узкие. И еще и строят их на склонах гор. Ух, какой ракурс вот красивый. Конечно, камера не передает. Но вживую вообще мощно смотрится. Так, а как же перейти туда? Да. А, вон переход. Вон зебра. Так. Блин, столько тут надо ходить по ступенькам. Вверх-вниз, вверх-вниз. Пышечка китайская. Пошла. Так, быстренько пока свет зеленый. Зеленый. Да, блин, надо пилить на гору придется. Зато красиво, как ухожено все. Вообще шикарно просто. Какие-то попугаи кричат. Так, как ухожено. Да. Но здесь в отеле, в котором я живу, Ромада Harbor View. Тут хотя бы столовка не на открытом воздухе. Когда я жил в Сингапуре, мой отель назывался «Лавендер», то там столовка была на открытом воздухе и всякие райские птицы постоянно прилетали, блин, тырили у меня жрачку с тарелки. Вот это пойду себе сок отдалить, прихожу уже, блин, сосиски, кусок нету там, или крупы там разбросаны по столу. Особенно такие были черные птички с желтыми клювами, как воробьи наши, такие вредные, блин. Капец, просто как голуби, можно сказать, даже. Постоянно тырили жрачку у меня, в общем, запомнилось мне такое воспоминание о Сингапуре. Интересное. Я уже практически дошел. Еще чуть-чуть, и уже, может, не знаю, может, метров 500. Блин, жарко, парит, капец, как в Сингапуре. Как это февраль месяц. Теплый февраль. Ай, короче, шмоток набрал, кофту взял, кожанку взял. Ну, правда, тоненькую кожанку. А тут вообще в футболке жарко, блин, парит. Русс. Русскоязычных тоже, кстати, встречал. В Гонконге. Один раз. В Сингапуре чаще русскоязычные встречались. Где-то тоже считал информацию такую, что около 3000 русскоязычных живет в Гонконге на данный момент времени. Вообще, как бы, в Сингапуре практически все, я не знаю, процентов, может быть, 98 разговаривают на английском языке. Тут, короче, редко. Особенно, вот, водители автобусов, трамваев. Вообще, как бы, не особо говорят на английском, не хотят разговаривать на английском. Так, нашел указатель. Написано, пик трэм. Пик трэм, стрелочка. Сюда. На эти ступеньки. Пик трэм стейшн. Так. И куда? Сюда, наверное. О, какой парк прикольный, вообще офигенный. Вообще, все построено на склонах. Очень круто. Вот это черное здание, вообще эпично смотрится. Или по две башни видно, кто была. Одну только видно, а теперь две хорошо просматривается. Одна, кстати, выше другой. Незначительно, но выше. Какие-то фрукты падают. Не, это цветочки. Цветочки. Насчет английского языка, да. Блин, сложновато. Не знают английского языка китайцы. Если человек солидно выглядит, там, в костюмчиков, он спереди идут. Два в костюмчиках сто процентов знают английский язык. Наверное, какие-то офисные работники. Водители, блин, автобусов не знают английского. Такси еще не ездил. Но читал информацию, что тоже не все далеко, не все таксисты говорят по-английски. И еще частенько промышляют. Частенько промышляют тем, что намахивают своих клиентов на расстояние. Везут там... О, пик трэм. Десятой дорогой везут, чтобы больше лишних каких-то 10 долларов сбить. Так, как перейти? О, это место я видел, кстати, в ролике у одного чувака на ютубе. Блин, это было буквально пару дней назад в Украине. Тут через пару дней я уже здесь. Глобализация, блин. Офигенно просто. Сейчас я тут в очереди простою, блин. Первую тучу часов. Блин, тут очередь... Чтобы сесть нам на трамвай и очередь, чтобы купить билет. Так, как я купил, что покупать, что покупать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...